С наступлением зимнего периода и холодов в регионах Российской Федерации увеличивается заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. Острая респираторная вирусная инфекция, ОРВИ, это группа клинических и морфологических подобных острых воспалительных заболеваний, вызываемыми вирусами. Эта группа включает в себя более пяти типов вирусов, которые входят в вирус гриппа, парагриппа, респираторно-стентиальная инфекция, аденовирусы, риновирусы, которые также в свою очередь включаются более 300 видов каждой из этих групп. Источником инфекции ОРВИ является больной человек. В некоторых случаях является зверь или птица, но этих случаев в Российской Федерации зарегистрировано не было, поэтому основной источник заболевания это больной человек. Передача инфекции происходит в основном воздушно-капельным путем. При чихании, кашле также может передаваться контактным. Например, если человек кашлял в руку, после этого, пожалуй, к другому человеку. Восприимчивость к заболеванию очень высокая. Не удается точно установить заболеваемость и контагиозность, потому что восприимчивость всеобщая и составляет около 100%. Так как в группу уходит большое количество различных вирусов, иммунитета против них не вырабатывается. Основные клинические симптомы острого респираторно-вирусной инфекции это насморк, кашель, чихание, головная боль, боль в горле, глазных яблоках, слабость и повышение температуры. Как правило, все это начинается остро в течение 2-3 часов с появления першения в горле и подъема температуры, вплоть до высоких цифр от 39-40. В отдельную группу из ОРВИ выделяется вирус гриппа, который страшен своими осложнениями. Это острое инфекционное заболевание дыхательных путей, чаще всего легких и трахеи. Часто люди путают названия грипп и ОРВИ. ОРВИ это группа заболеваний гриппа, это же только один вирус. Вирус гриппа сосудклонен вызывать эпидемии, даже пандемии. Их регистрировалось достаточно много. Последний случай пандемии свиного гриппа был зарегистрирован в 2009-2010 году. Основным механизм передачи вируса гриппа воздушно-капельный. Входными воротами являются клетки эпителия верхних дыхательных путей, носа, трахеи и бронхов. Соответственно, первые клинические проявления будут в виде покашливания. Развивается он остро с повышением температуры до высоких цифр до 40 и более градусов, появлением ломоты в костях, боли в мышцах, общую слабость, что уславливается выраженным инфекционным синдромом. Самая основная угроза вируса гриппа – это развитие пневмонии, которую он вызывает при длительном заболевании. Также при всех группах ОРВИ часто вызывают бактериальные осложнения, которые провоцируют ослабленный иммунитет. С целью профилактики данного вида заболевания рекомендуется избегать большого скопления людей, поездки в общественном транспорте, нахождение в магазинах. Рекомендуется носить маску, если эти места посещаются. При первых клинических проявлениях вируса гриппа ОРВИ следует немедленно обратиться к врачу, как можно раньше, для того, чтобы врач подобрал и назначил противовирусную терапию. В случае назначения противовирусной терапии самую большую роль играет время начала ее приема. То есть, тем раньше человек начинает противовирусную терапию, тем меньше шансов получить осложнение от вируса гриппа. Самолечением заниматься также не стоит, потому что часто бытует мнение, что приемы витамина С, аспирина снижают риск заболеваний. Не стоит забывать, что витамин С – это все-таки кислота, и подпагубно может воздействовать на слизистую желудка. Аспирин часто приводит к плохим последствиям в виде развития бронхоспазма. Поэтому при первых же клинических проявлениях гриппа следует немедленно обратиться к вирусу.